Такими новенькими и чистенькими этим машинам предстоит быть недолго. Совсем скоро их ожидает работа на поистине тяжелых линиях столицы. Правда, в отличие от своих предшественников, за счет дополнительных прессов они смогут вывозить больше мусора. И там, где раньше проходилось делать три рейса, теперь будет достаточно одного. Мы сейчас посмотрим, как будут действовать эти машины, потому что у нас еще есть парк старых машин. К сожалению, они часто ломаются, и финансово невыгодно их ремонтировать. Поэтому мы сейчас в ближайшее время определимся, сколько еще машин нужно будет закупить для города Махачкала. Мы сделаем выводы после того, как мы увидим накопляемость мусора в летний период. Потому что, насколько мне известно, во-первых, приезжает отдыхающий, и мусора становится больше. На Махачкалинский мусор у власти масштабные планы. Так, по словам Набиулы Карачаева, в этом году в городе появится 700 контейнерных площадок. Найти место для них будет нелегко, ведь каждый клочок столицы уже занят. Но с этим пообещали разобраться. И если с центром все более-менее ясно, то что делать с проблемной периферией? Мы для семендера привезли 20 новых лодок. Вот у нас три новых лодковоза, которые вовремя будут вывозить весь этот мусор. И кроме этого, я хочу, чтобы вы понимали, мы практически деньги не собираем в населенных пунктах. Почему? Потому что мы хотим там организовать работу, а после этого уже начинать сбор денег. Посмотреть на новое решение мусорной проблемы в виде приобретенных 20 КАМАЗов пришел и мэр Махачкалы Салман Дадаев. После осмотра транспортных средств речь зашла о мусороперерабатывающем заводе. По заверениям директора компании «Лидер», его запустят через 10 дней, а мощность объекта составит 150-200 тонн. А поподробнее, что вы планируете делать на заводе? Переработку? То есть мы будем его возить туда, перерабатывать, в торсере убирать? То есть в торсере убираем, его будем отправлять на вторичную? На вторичную, да. То есть это получается переход к раздельным. Платить людям деньги за мусор. В ходе дискуссии представители власти предложили Дмитрию Зоеву открыть пункты приема вторичного сырья. Это бумага, стекло, пластик. Давайте рассмотрим, может быть, даже на базе образовательных учреждений, где-то именно вторичное сырье принимать, чтобы дети приносили из школы. Давайте, пожалуйста, предлагаем. Это очень хорошее предложение. Сейчас в парке 50 специализированных машин, плюс 15 дополнительных. Скоро к ним присоединятся контейнеровозы, боковой загрузки, самосвалы и два маневренных газон-некста. Достаточно ли будет всей этой техники, для поддержания чистоты в столице покажет время. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Новости 24, Махачкала.